добрый день уважаемые студенты сегодня мы с вами рассмотрим тему оценка неизвестных параметров распроизведения и в частности начнем с точечного оценивания значит какие параметры бывают в статистике этого параметры сдвига математическое ожидание медиана и мода параметры формы это дисперсия асимметрии эксцесс и моменты начальной и начнем с того что дадим определение математическому ожиданию они бывают двух видов то есть для двух случайных величин это первые дискретные случайные величины и вторые непрерывные случайные величины и значит для дискретных распределения это сумма значение случайной величины умноженное на соответствующую вероятность их еще называют пишут английской буквой и от слова expectation в непрерывном случае здесь просто значение случайной величины умножается на клубность функций в интервале минус бесконечности до плюс бесконечности давайте дадим определение что такое мода значит значение м 0 непрерывной случайной величины при котором имеет место максимум блогности распределения для дискретной случайной величины и наиболее вероятные значения значит медиана это значение случайной величины который делит область ее значения на две ровные части или на две части так что вероятность попадания в каждую из них равна 0,5 здесь на графическом иллюстрации можете увидеть вот у нас функция распределения вот у нас медиана вот у нас меняется в данном случае значит область значений и вот медиана делит ее пополам то есть это вот попадание 0,5 и попадание во второй половине то вероятность 0,5 значит параметры масштаба какие бывают дисперсия и средне квадратичное отклонение сигма квадрат то есть формула дискретной случайной величины для дискретной случайной величины дисперсия имеет такой вид разница или отклонение случайной величины от ее математического ожидания в квадрате умножаете на вероятность для непрерывной случайной величины дисперсия равна следующим виду здесь конечно таки участвует плотность на отрезке минус бесконечность плюс бесконечность плюс бесконечность и кроме этого можно говорить для непрерывной случайной величины то есть отклонение случайной величины от ее математического ожидания в квадратичном квадратичной форме и умножение с плотностью на отрезке минус бесконечность плюс бесконечность в интеграле даст нам дисперсию и дисперсия то есть средне квадратичное отклонение если мы хотим просто узнать значение сигмы то нам надо будет брать корень из дисперсии значит коэффициент асимметрии н3 что это из себя означает это момент третьего порядка деленный на кубичность то есть кубической степень сигмы то есть это нам даст знать насколько асимметрия чувствуется выборки и коэффициент эксцесса то есть если вы можете видеть насколько критический и резкие колебания существуют распределение ее плотности случайной величины так как функция распределения она формируется из случайной величины если мы хотим узнать как себя будет вести эта случайная величина особенно если это касается задачи биологии и медицины в том числе и здесь можно давать какие-то свои прогнозы делать какие-то выводы и принимать решения исходя из этих результатов значит моменты значит они будут начальные центральные значит методы построения оценок значит метод статистических аналогов метод наибольшего правдоподобия значит какие требования к оценкам первое это обязательно то есть всегда первое это состоятельность второе не смещенность и третье эффективность значит не смещенность почему нам нужна в случае дисперсии она называется смещенной поэтому мы используем исправленную дисперсию это означает буквы и эффективность как проявляется эффективность эффективность проявляется только тогда когда дисперсия бывает наименьшей значит чем меньше дисперсия тем больше эффективности то есть чем больше дисперсия тем меньше эффективности что об этом говорит что это означает потому что если дисперсия больше и расположение данных То есть, насколько они далеко находятся друг от друга. То есть, это будет говорить о том, что либо во время испытания исследователь допустил ошибку, и данные некорректны или неактуальны, и второе, ситуация требует вмешательства, потому что ситуация очень серьезная. Значит, метод статистических аналогов. Метод основан на интерпретации выборки как дискретно-случайной величины, у которой все значения равновозможны. И построенные в этом предположении числовые характеристики называются выборочными. Значит, выбороченный средний статистический аналог мат. Ожидание. Вот в ней группированные данные вы видите. Среднее значение х, где сумма х и деленная на n, или группированные данные уже существуют здесь. Значит, mg умноженный на z. То есть, уже идет группировка. И сумма всех m это равно объему. Или выбороченная дисперсия. Вот у нас уже здесь используется s. И в случае не группированные, группированными данными. Есть еще такое понятие начальные моменты. Это значит, а1, где x и а в группированных данных mg и zg. Есть центральные моменты. Значит, это момент первого порядка. Вот вы видите здесь отклонение х на среднюю величину. Здесь то же самое, просто уже идет с появлением частоты. Значит, метод моментов. Что здесь можно сказать? Значит, достоинством этого момента является относительная простота получения. То есть, вы просто вот почитали и сказали ответ. Но тут есть еще недостатки. То есть, оценки обычно имеют эффективность в многое меньше единицы. И могут быть смещенными. То есть, метод неприменим, когда моменты нужного порядка не существуют. Есть случайные величины, где, допустим, моменты более, то есть, выше первого порядка, они не существуют. Здесь она уже будет неэффективна. То есть, скорее всего, оно будет смещенной и неэффективной. И поэтому оценка, которую вы даете, оно может быть недостаточно, так скажем, достоверной. Вы можете сказать по вашему прогнозу, там, допустим, завтра пойдет солнечный день. Можете одеть там кофту, а на завтрашнее утро пойдет снег. И обычно их используют в качестве первых приближений для нахождения последующих приближений с большей эффективностью. То есть, вам придется это несколько раз повторять для того, чтобы прийти уже окончательно к значимому результату. Значит, методы построения точечных оценок. Значит, пусть имеем выборку x1, x2 и так далее, xn, компоненты, которые есть независимые, одинаково распределенные в случайной величине. То есть, закон распределения случайной величины известен с точностью до неизвестных параметров. То есть, это θ1, θ2 и так далее. И значения которых надо оценить по реализации данной выборки. И, как выражался Фишер, в опыте происходит то, что должно произойти. То есть, реализуется такая выборка, которая имеет наибольшую вероятность произойти. И вероятность реализации выборки определяется законом распределения, а следовательно, зависит от неизвестных параметров распределения. Для полученной выборки наилучшими будут такие параметры, которые обеспечивают максимум вероятности реализации данной выборки. Есть такая функция, называется функция правдоподобия. Эту функцию обозначаем через L. Она зависит от параметров x1, x2 и так далее, xn и θ. И, естественно, оно равно вероятности случайных величин, которые принимают значение маленький x1. И для дискретного распределения, и для непрерывного распределения, эта функция правдоподобия выражается следующим образом. L в скобке x1 и так далее, xn и θ. Значит, уравнение правдоподобия. Составляем уравнение. Значит, у нас есть функция правдоподобия L, x1, x2 и так далее, xn и θ. И, прологарифмируя их, берем производную вот это и проравняем ее к нулю. Значит, дифференциал второго порядка от этого уравнения, если оно будет меньше нуля, и, следовательно, θ со звездочкой, это уже будет точкой максимума. Это нам известно из функций, из курса функций математического анализа. Значит, точная оценка математического ожидания, это выборочность средней, дает несмещенную и состоятельную оценку мат ожидания. Естественно, все математические ожидания этих случайных величин, они равны между собой. Если найти математическое ожидание оценки, то здесь понятно, что оно будет равняться самому себе. Это и есть несмещенность. Значит, для проверки состоятельности этой оценки найдем ее дисперсию, обозначив дисперсию генеральной совокупности σ2. Если найти дисперсию, то видно по формуле, что дисперсия равна быть тигна квадрат, деленной на n. И точечная оценка дисперсии или оценкой дисперсии является выборочная дисперсия s. Если вычтите математическое ожидание выборочной дисперсии, для этого преобразуем выражение s. Значит, следующим образом по формуле видно, что здесь мы считаем разность xe от ее мат ожидания и получаем следующее значение. Значит, рассмотрим сумму из второго слагаемого в квадратных скобках. И здесь у нас получается следующее выражение. В итоге получаем s квадрат. И если раскрыть скобку, тогда математическое ожидание выборочной дисперсии будет следующим образом. Значит, n-1 деленное на n в квадрате. Если домножить выборочную дисперсию на дробь, то получится несмещенная оценка. Или называется исправленная дисперсия. То есть, проведенное выражение дает состоятелю несмещенную оценку дисперсии и генеральной совокупности. И теперь пусть x1, x2 и так далее, xn – это выборка объема n из распределения Пуассона. Где, значит, пи лямбда, лямбда положительная, найдем. Значит, оценку параметра, неизвестного параметра лямбда. Значит, здесь у нас закон распределения уже имеется. Если подставить функцию в плотности распределения, то мы будем иметь результат по формуле, где fx лямбда равно произведению лямбда xe и деленный xe факториал е в степени минус лямбда. Тогда, поскольку эта функция при всех лямбда положительна, непрерывно дифференцируема по лямбда, можно искать точки экстримума, приравняя к нулю частную производную по лямбду. Но удобнее это делать для логарифмической функции правдоподобия. То есть, прологарифмируем левую сторону и приравняем ее к нулю. Тогда производная функции правдоподобия по лямбда, будет выглядеть следующим образом. И точка экстримума. То есть, решение уравнения в этом случае будет само лямбда. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова